Отзвенели переливчато первые звонки в школах нашего района. Полторы тысячи первоклассников переступили порог своих классов. Об их безопасности заботятся особенно. Чтобы на дорогах юные школьники чувствовали себя уверенно, для них в школах организуются уроки безопасности, проводят которые сотрудники госавтоинспекции. Для многих ребят правила дорожного движения не в новинку. Они уже знакомились с ними в детском саду. Но повторение, как известно, мать учения. Правила безопасного поведения на дорогах ученики должны знать на зубок, чтобы полностью исключить возможность дорожных происшествий. Поэтому и приходят в школу инспектора госавтоинспекции, чтобы на специальных уроках донести до детей очень важную информацию по безопасности дорожного движения. Когда горит красный сигнал светобора для водителей, вы можете перейти эту дорогу, где машины остановились. Ребята узнают правила поведения на дорогах на практических примерах. Они задают вопросы и сразу же получают на них ответы. Уже 1 сентября прошла акция «Безопасный перекресток». Эта работа будет продолжаться в течение всего учебного года. В первую неделю учебного года сотрудники госавтоинспекции посещают образовательные учреждения, проводят профилактические беседы с учащимися. Детям доводят основы безопасного поведения на дороге, правила перехода проезжей части, езды на велосипеде. Самые юные школьники постигают не только основы наук. Они учатся принимать самостоятельные решения. И от уверенного знания правил дорожного движения зависит очень многое. Ни в коем случае нельзя переходить на красный цвет. Надо переходить только на зеленый цвет и тогда будешь жить здоров. По проезжей части нельзя ехать на велосипеде до 14 лет. Если стукнет 14 лет, то когда уже можно, но только очень осторожно. Работа со школьниками будет продолжена и дальше. Дорога, движение по ней и безопасность – все это для первоклассников не просто слова. Все это требует повышенного внимания и ответственности. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко. Программа «События». Программа «Судьи».